Так, инжиниринг-менеджер против тимлида. Кто победит? Я хочу рассказать, как устроены команды в западных больших технологических компаниях и про одну особенность, которая не очевидна для многих людей, которые работают в российских компаниях. Я буду много сравнивать западные и российские компании, но я должен признаться, что опыт из первых рук у меня есть про Яндекс и про Фейсбук. Поэтому, когда я говорю о России, я буду говорить в основном про Яндекс, но когда я говорю о Запад, я буду говорить про Фейсбук. При этом я много общался с людьми из других западных российских компаний, поэтому я какие-то обобщения буду себе позволять. Но они в деталях могут оказаться неверными. Еще я все буду рассказывать с точки зрения разработчиков, хотя есть, конечно, и другие люди. Еще я буду топить за Запад всячески. Скорее всего, никто не знает, что вообще такое инжиниринг-менеджер, или почти никто не знает. Давайте подумаем просто, что такое менеджер. Вот я всегда думал, что менеджер — это такой человек, который что-то от тебя хочет, но он сам не знает, что. Он, возможно, гуманитарий, возможно, он когда-то в юности писал коды и с тех пор деградировал. Но я, конечно, дурачусь, надеюсь, все понимают, что у меня есть хорошие друзья-менеджеры и все такое. Когда поработаешь в Фейсбуке, когда слышишь слово «менеджер», просто понимаешь, что это кто-то, кто руководит людьми. У него есть подчиненные, поэтому он менеджер. Конечно, не обязательно. Бывают всякие проект-менеджеры, маркетинг-менеджеры. Но если слышишь слово просто «менеджер» без какого-то квалифайера, то это просто человек, у которого есть подчиненные. Когда приходишь в команду в Фейсбуке, немножечко удивляешься. Тебе говорят, вот этот человек — твой тим-лид. При этом ты замечаешь, что не он твой руководитель. Есть отдельный человек, его зовут инжиниринг-менеджер, и он твой руководитель. Но в каждой команде есть тим-лид. Все знают, кто тим-лид. На нем не написано, что он тим-лид. Формально он просто разработчик. Но все знают, что вот у такой команды Вася тим-лид. Если тебе что-то от них нужно, иди к Васе. И считается, что да, вот все важные технические решения он принимает, все его решения поддерживает и все такое. То есть это то, что мы бы, наверное, назвали тех-лидом. Называется он в разных компаниях по-разному. Но в каждой команде он обязательно есть. При этом формальный твой босс — это инжиниринг-менеджер. Давайте сравним инжиниринг-менеджера с российским тим-лидом, который одновременно и тех-лид, и руководитель. Что делает российский тим-лид? Это, конечно же, наброс. Это клевета. Есть совсем другие люди. Но это фразы, которые я слышу в ответ на вопрос. Вот ты руководитель. Ты пишешь код сколько-то процентов времени. А как ты понимаешь все остальные свои обязанности? Вот что ты делаешь как руководитель? И мне часто отвечают примерно вот это. И ни у кого это причем не отскакивает от зубов. Люди реально глубоко задумываются. Что делает инжиниринг-менеджер? Инжиниринг-менеджер — это руководитель технического специалиста в западной компании. Главный его KPI — это люди. То, насколько они добивают своих целей, как они перформят, насколько им нравится результат, насколько они вообще понимают, что они делают. В людей входит и участие в ревью. На инжиниринг-менеджерах держится перформанс-ревью. Построение команды. Нужно найти людей, нужно собеседовать людей. Нужно в случае Фейсбука среди тех людей, кто уже нанят Фейсбук, нанять подходящих людей для команды. Нужно в том числе иногда избавиться от каких-то людей в команде. Коммуникация с командами, коммуникация с миром. То есть коммуникация с техническими командами, коммуникация с финансами, с дизайном, с кем угодно. Планирование. Как хорошо сказано по этой ссылке, инжиниринг-менеджер прокладывает рельсы перед движущимся поездом. Вот что он делает. Давайте теперь поговорим не про то, что делают тимлид и инжиниринг-менеджер, а про то, как люди становятся тимлидом и инжиниринг-менеджером. Очередной наброс. Путь в тимлиды примерно вот такой. Это, конечно же, опять клевета. Нужно еще нравиться начальнику и вот это все. Но если упрощать, то вот так. Кто еще не тимлид, запоминайте. Как в западной компании становятся инжиниринг-менеджером? Нужно хорошо программировать, а также делать все остальное, что нужно сделать, чтобы вырасти до высокого грейда. В случае Фейсбука нужно вырасти обычно до реально высокого грейда, где нужно прям сильно пахать. А потом ты говоришь, все, я хочу, чтобы у меня были вот те вот 4 KPI, про которые я рассказал, а не какие-то я не хочу писать код. Я, может быть, буду писать код, но меня поэтому не будут оценивать. Я хочу, чтобы меня оценивали вот по тем 4 KPI. При этом, как я уже рассказал, в команде, кроме инжиниринг-менеджера, есть еще тимлид. Поначалу это немножечко удивляет. И ты думаешь, у меня есть one-on-one с каждым из них. А чем мне вообще с каждым из них разговаривать? В чем между ними разница? Потом понимаешь, инжиниринг-менеджер не пишет код, не дежурит, не ревьюет. Чаще всего ничего в этом не понимает уже. С тимлидом на one-on-one ты чаще будешь говорить о работе. А с инжиниринг-менеджером ты будешь говорить о себе. У тебя будут с ним беседы про то, что, наверное, ты вот что-то любишь в этой жизни и хотел бы этим заниматься. Ты говоришь, да, наверное, но я не знаю, чем. И вот уже пятая беседа о том, что ты не знаешь, чем тебе заняться в жизни, и он не знает, как тебя сделать еще более счастливым. Тимлид обычно один на маленькую команду, ну, на пять человек. Инжиниринг-менеджер, у него обычно несколько команд, может быть, две-три команды. Инжиниринг-менеджер занимается перформанс-ревью. На нем перформанс-ревью держится. И инжиниринг-менеджер подписывает отпуска. То есть нет такого, как, например, в Яндексе, когда ты в первый раз стал руководителем группы, и ты такой ля-ля-ля, я руководитель группы, и тут тебе вдруг приносят подписывать отпуск. И ты такой, при чем тут вообще это? Я вот отвечаю за код. Что это такое? Меня этому не учили. Такого не случается. Ты просто идешь в тимлиды, что-то меняется в твоей жизни, но не настолько редко, не настолько резко. Тебе не говорят, подписывай отпуска. Сейчас может показаться, что инжиниринг-менеджер – это просто руководитель тимлидов. Когда я эту тему рассказываю, мне обычно говорят, все понятно, есть руководитель группы, это тимлид. А инжиниринг-менеджер – это руководитель какого-то следующего уровня, это руководитель руководителя. Но это абсолютно неверно. А инжиниринг-менеджер – это твой прямой руководитель, это не руководитель руководителя. Если вы подумаете про руководителя руководителя, скажите честно, уверены ли вы, что он знает вообще, как вас зовут? При этом инжиниринг-менеджер – это твой прямой руководитель, и он реально твой самый близкий человек компании. Он тебя знает, возможно, лучше, чем ты знаешь себя. У меня есть одна хорошая аналогия, как разобраться, кто такой инженеринг-менеджер, кто такой тимлид в западной компании. Ее придумала моя жена, когда я ей пытался рассказать, в чем разница между ними. И эта аналогия мне очень помогла самому все понять. Чтобы ее объяснить, мне нужно, чтобы вы знали, что такое щенячий патруль. Кто знает щенячий патруль? Отлично, вы все поймете. Остальные, в общем, надо знать классику, придете домой и посмотрите. Смотрите, там шесть щенят. Ну, здесь уже семь щенят, потому что для diversity добавили еще одну девочку в какой-то момент. Как вы думаете, кто из них тимлид? Да, да. Ну, то есть никто не знает, кто такой маршал. Но, короче, это чувак с мегафоном. Конечно, с мегафоном тимлид. О, нет, простите, не маршал, а чейз. Никакой не маршал, чейз. А кто из них менеджер? Ну, очевидно, да? Очевидно. Это райдер. Самая авторитетная собака – это тимлид. А менеджер – это человек. Ой, я промотал. Вот. Это слайд про то, что главное в команде гармония. Ты хотел сказать, что топишь за запад, короче. А чем лучше это? Смотри. Мне в отечественном подходе очень не хватает людей, у которых KPI – то, насколько мне хорошо работает. Я эту проблему мне приходится решать самому. А в Фейсбуке есть человек, который ее должен решать за тебя. И который будет оценивать по тому, насколько он ее хорошо решит. Слушайте, у меня… Сейчас, подождите. У меня просьба. Давайте вопросы задавать, поднимая руки. И будут подходить люди с микрофоном. Например, я могу только тебе отдать микрофон, ты в него скажи что-нибудь. Раз, раз. Да, извините, я задал вопрос, почему мы топим за запад и почему это лучше. Ответ был, что есть человек, у которого KPI, чтобы когда-то тебе было хорошо. А вопрос, как это KPI измеряется? Ты там на ревью ставишь хорошо, тебе плохо или как? Ну, в Фейсбуке есть два способа это замерить. Во-первых, ты пишешь менеджер-ревью, и ты там рассказываешь, и тебя просят высказаться на несколько тем, и вот в том числе раскрыть эту тему. А во-вторых, раз в квартал проводятся опросы, где ты отвечаешь на массу вопросов. Оцените от одного до пяти то, насколько вы считаете, что там ваш вклад ценят, насколько вы считаете, что вы чем-то смыслом занимаетесь. И десятки подобных вопросов. Потом все это агрегируется, и это влияет на оценку менеджера. У меня такой вопрос. А куда эти замечательные люди потом растут дальше? Вот менеджеры Team Lead. Team Lead либо остается Team Lead. Ну, то есть в том же Фейсбуке можно продолжать расти, даже не становясь Team Lead. Можно быть индивидуальным контрибутором, и можно дорастать до высоких грейдов. Но это вообще-то сложнее, чем менеджеру. А Team Lead либо продолжает расти технически, либо мутирует в менеджера со временем. Менеджер мутирует в менеджера следующего уровня, потом мутирует в директора и так далее. Привет. Спасибо за доклад. Я здесь. Здесь. Вот, ты меня нашел за экраном. Привет. Да, привет. Смотри, Team Lead, он внутри команды, а Engineering Manager, ты говорила, он на несколько команд один, и он вне команды. Какие у него инструменты есть, чтобы понимать, насколько ребята хорошо перформят? Потому что когда ты внутри команды, это понятно, но ты каждый день код-ревью делаешь, смотришь, как они day-to-day работают, а когда ты вне команды, что у тебя кроме one-to-one есть? Спасибо. Ну, во-первых, постоянные встречи один на один. Это очень мощно. Во-вторых, ты на самом деле не снаружи команды. Вот те несколько команд, у которых ты Engineering Manager, это связанные команды, которые, скорее всего, вместе делают какое-то большое одно дело. Ну, как какие-то близкие продукты, например. Ты постоянно ходишь на встречи, на общие, ты не совсем снаружи. То есть ты один на несколько команд, но ты все-таки внутри, ты хорошо разбираешься во всем, что внутри происходит. Ты отвечаешь не только за то, чтобы люди достигали целей, но чтобы и команда достигала цели. Грубо говоря, команде ставится некоторая оценка, и она тоже влияет на твою оценку как менеджера. Спасибо. Спасибо. Привет, спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Если сравнивать с российским рынком, у нас часто есть продакты или проджекты, ну хотя бы кто-то, кто отвечает за продуктовое видение, типа куда мы двигаемся. А в этой схеме из этих двух чуваков кто отвечает за… Никто, отдельно есть продакт, да. А, понял. А еще есть менеджеры, о которых ты не упомянул? Масса, масса. Масса. Семь с папкой один стяп. Ну смотри, в Фейсбуке какой-то один продукт будут делать люди из совершенно разных оргов. Вот там все как было устроено там в Яндексе до транспонирования, если вы понимаете о чем я. Там дата сайентисты будут из одного орга, разработчики будут из другого. И у них ближайший общий начальник где-то очень-очень высоко. И точно так же там будет продакт-менеджер, который из своей организации продакт-менеджеров. Ну то есть собирается из разных оргов такая вот горизонтальная команда. Ну то есть он не входит в команду, правильно? В смысле продакт не вот в этой маленькой команде. Ну смотри, вот оргштат, но он не входит в нее. При этом он сидит рядом со всеми, ходит на все встречи. Просто он еще умеет решать свои продуктовые задачи, общаться с теми командами, с которыми больше никто не умеет общаться. Прикольно. То есть я так правильно понял. Извини, что я продолжаю свой вопрос. Инжиниринг-менеджер, ему вообще пофигу на задачи, правильно? То есть он вообще не в контексте того, что мы делаем. Ему не пофигу. Смотри. У него есть разные составляющие его оценки. И туда входит и то, насколько хорошо всем людям, и то, как перформит команда. То есть то, что команда идет в правильном управлении, это задача инжиниринг-менеджера. Понял. Спасибо больше. Я хочу набросить все-таки. Так все-таки, вот все пошло не так. Есть гигантская компания, не знаю, Google, и она запустила социальную сеть Google+, и через некоторое время стало понятно, что нехорошо все. Кого уволят, черт побери? Вот кто за это понесет ответственность? Все хорошо работали, все очень друг другу нравились, все были котики, всем было очень классно работать, все дата-сайентили, разработчики разработали, под нагрузкой ничего не упало, потому что нагрузка не появилась. Продукты сделали офигенный продукт. Как не зайдешь, там все сверкает, там круги какие-то и так далее. Вот типа где ответственность-то в этой всей схеме? Я не понимаю, почему это вопрос к этому докладу? Ну, в смысле, ты же топишь за то, что это все правильно. Ну, и это правильно. Вот если честно, то, о чем ты говоришь, мне кажется, что на горизонте нескольких лет, когда что-то делается неправильно, никого не уволят. Потому что плюшки раздаются раз в полгода, и цели нужно достигнуть раз в полгода. Про то, что это, оглядываясь назад на три года, это было неверным решением. Ну, наверное, какие-то выводы будут сделаны, но это не часть каких-то формальных процессов в компании. Как же мы наказываем тех, кто ошибся три года назад? Не, ну, для начала, как же мы их не награждаем? Хуже просто, ну, они, конечно же, уже повышенные, они уже занимаются более крупными масштабными задачами. Тебе понятно. Там, может быть, какие-то пришли люди, но они, наверное, все провалили вас. Нет, это такой недостаток системы полугодовых performance review. Это, мне кажется, не про инжиниринг менеджеров. Если я правильно понял вопрос. Так, мне тут говорят, что если я хочу поговорить и набрасывать сильнее, я должен выйти на сцену. Так вот, мне кажется, что все-таки это прям тот же самый вопрос, потому что у нас есть инжиниринг менеджера и тимлиды, и между ними очень аккуратно поделена ответственность даже на уровне этой команды, да, как бы, что, типа, команда, ну, типа, один человек за то, что код хорошо написан, другой за то, что они все вообще в правильном направлении бегут, а что продукт — это продукт, а не что-то, как бы, типа, совсем другое, это еще третий человек и так далее. И, в принципе, как бы, дальше они друг друга там начинают как-то ненавидеть их от друг друга. Я понял вопрос. То есть это скорее было не про инжиниринг менеджеров, а то, что продукт откуда-то снаружи, да? Ну, вообще, типа, очень понятно, когда есть один руководитель, с него за все спросят. Инжиниринг менеджер — это руководитель, да. Продакт слегка снаружи. Да, да. Смотри. Обычный кейс такой. Есть три команды по пять человек. В каждой из них есть тимлид. Все эти команды, включая тимлида, подчиняются инжиниринг менеджеру. Класс. И продакт снаружи. И продакт снаружи, да. И по полугода. И еще куча людей снаружи. Понял. Классная система. Спасибо большое. А что, у кого-нибудь еще есть вопрос? Можно я? Добрый вечер. Спасибо за доклад. У меня вопрос, вот, пересекающийся с предыдущим, мне кажется, он может чуть… Просто если по-другому задать, то будет другой вопрос. Вот у нас есть тимлид. Его задача, значит, вот вы сказали, принимать ответственные решения, вести разработку, короче. Тимлид требует что-то от команды, требует какого-то темпа и так далее. Есть, значит, инжиниринг менеджер, который, в общем, отвечает за то, как хорошо вы спите, как вам прекрасно живется и все такое. Вопрос следующий. Где они пересекаются? Вот есть тимлид, который говорит, ты, чувак, ты недорабатываешь, надо быстрее. Вот у меня есть еще четыре подчиненных, ну, коллеги, да, четыре, так сказать, товарища, которые работают там в два раза больше тебя. Тебе надо поднапрячься. Ты приходишь к инженер-менеджерам, он говорит, блин, ну да, тяжело живется. С вам фор. Смотрите, мне кажется, вопрос происходит из того, что нужно понимать, что счастье для человека, который работает в Фейсбуке. Для человека, который работает в Фейсбуке, счастье — это получить хорошую оценку на ревью. Счастье — это получить промоушен. Именно инжиниринг-менеджер добивается от тебя перформанса. При этом он еще пытается понять, где тебя лучше применить. То есть такие проблемы, что, например, в нашей команде нет для тебя достаточно серьезных задач, чтобы ты через год вырос до следующего уровня. Это решает инжиниринг-менеджер. Он может тебя взять и предложить тебе перейти в другую команду. При этом, да, тимлид мог на тебя рассчитывать, ну, как бы тактически, чтобы ты в следующие несколько дней что-то запилил. Такое бывает. Здесь на самом деле не так уж хорошо попилены задачи между темлидом и инжиниринг-менеджером. Это все очень сильно зависит от команд. Если у инжиниринг-менеджера маленькая команда, он там скорее темлид. Если у темлида гигантская команда, в которой есть другие синие разработчики, он начинает делать что-то больше похожее на то, что делает инжиниринг-менеджер. При этом, когда я говорю, чтобы люди были счастливы, и это не значит, чтобы они расслабились и не работали. Ну, это понятно. Продолжение следует...